Добрый вечер! Вы смотрите седьмой канал в прямом эфире. Мы работаем прямо сейчас и следующая наша гостья, которая сейчас в нашей студии, не нуждается ни в каких долгих представлениях. О ней говорит только ее фамилия. Нино Сухишвили сегодня у нас в гостях. Директор национального балета Грузии Сухишвили. Здравствуйте! Огромное спасибо, что нашли время к нам приехать. Спасибо вам за приглашение. Я понимаю, что у вас плотнейший график просто. Визит в Одессу – это огромная честь для нашего города. И вы будете выступать у нас возле оперного театра. Это будет грузинская взрывная волна в Одессе. Скажите, пожалуйста, с какими чувствами, с какими эмоциями ехали в наш город? Для нас большая честь приехать в ваш город. Мы неоднократно здесь бывали. Каждый год мы выступаем по всей Украине. Уже 12-й год. Мы февраль-март проводим у вас в Украине. И каждый год в Одессе мы выступаем. То в оперном театре, то в театре мускомедии. И всегда с большим удовольствием, потому что нас тут принимают просто потрясающе. Одесский зритель – это зритель особенный. Зритель со вкусом. Это театральный город. И всегда тут приятно нам выступать. Одесские зрители – это очень творческие люди, которые всегда готовы подсказать, что-нибудь, что-нибудь посоветовать. Вы знаете, вот опять же, ища информацию о балете в интернете, очень много информации. На самом деле за такое огромное количество времени, которое вы выступаете, было все. Но в основном это были овации, приемы, восторги, благоволения и так далее. А были ли у вас провалы какие-нибудь, неприятия, отторжения? Вот это вот интересно. Вы знаете, не были. Вот как ни странно, наш коллектив уже существует более 70 лет. И я со своим братом Ильей, мы третье поколение в семье, кто этим занимается. Для нас это как бы не только профессия, это жизнь, это стиль жизни, это как бы семейная традиция, это традиция нашей страны. Мы представляем Грузию во всем мире, и это огромная ответственность для нас. И, конечно, это с большой гордостью мы это делаем. Поэтому мы как бы избалованы немножко вот этим успехом, любовью зрителя. У нас не было никогда провала. Всегда у нас полные залы, всегда восторг зрителя. И мы по сей день востребуемы. Уже 70 лет мы вот работаем, и мы неоднократно были, ну, объездили весь мир, весь земной шар несколько раз. И, конечно, вот я не припоминаю ничего такого, чтобы как бы... Ну, у нас есть много танцев, где мы используем сабли, кинжалы. Иногда бывало, кинжал вылетал в зал, его ловил зритель. Да вы что? Да, были искры тоже с этих саблей сыпятся. Но это, конечно, очень эффектно, это завораживает, это вызывает такой восторг в зрительном зале. И, в принципе, вот такие эксцессы у нас бывали, но это просто вызывает только восторг и эмоции в зале. Ансамбль Сухишвили рукоплескал Рузвель, Черчилль, Фидель Кастро, Ив Монтан, Жан-Морей, модельер Ив Сен-Лоран даже создал коллекцию, будучи под впечатлением от выступления. Воочию видели выступление Сухишвили больше 60 миллионов человек, ну, на сегодняшний день уже гораздо больше. В чем секрет вашего успеха? Знаете, этот вопрос часто задавали нам, и я вот тоже с трудом отвечаю. На этот, потому что я сама не знаю. Вот мне все-таки кажется, что то, что мы делаем, как я вам уже сказала, мы делаем это с большой ответственностью. Мы делаем это с огромной любовью. Тут как бы есть еще патриотизм, и мы представляем нашу страну, нашу родину во всем мире. И мы стараемся ее представить в свете, какой она есть. Вот представить наш народ, свободолюбивый грузинский народ, показать историю, многовековую историю, культуру нашей страны. И что маленькая страна Грузия, которая вот на протяжении веков много проблем имела, то ее завоевывали, то ее земли вырывали. По сей день-то продолжается, и то оккупировали, и она то исчезала, то опять появлялась на карте, то увеличилась, то уменьшалась. И это настолько сидит у нас, вот эта наша профессия, она как бы вместе связана с нашей любовью, с патриотизмом. И вот мы это делаем с такой любовью, отдаем этому всю жизнь. Вот мы не представляем это, как бы это не только профессия, это стиль жизни. И моя фамилия Сухишвили уже превратилась сама, это как бы не фамилия, это уже стала профессией. И поэтому, да, мы бренд, и мы как бы национальное достояние страны. И когда вот это ощущаешь, когда тебя вот требует все больше и больше, и мы должны развиваться, мы должны еще больше усовершенствоваться. Мы делаем новые программы, мы представляем какие-то новые проекты. И мы без этого просто не можем жить. И поэтому я думаю, что когда вот человек отдает себя тому делу, независимо, что за дело это, и плюс еще это немножко добавит к этому немножко таланта, немножко знания фольклора, все это перемешать с любовью, и получается такой микс, который мы представляем всему миру. И поэтому грузинское искусство, оно очень самобытное. Танцы, они отличаются. Если у каждой страны, у каждой национальности есть свой этнический какой-то танец или движение, у каждой страны есть. Но мне кажется, что грузинские танцы настолько, они своеобразны, и они настолько отличаются от всех танцев. В каждом мире, на каждой сцене, в известных сценах всего мира люди приходят и что-то новое видят. И мне кажется, что то, что мы это представляем, и эта положительная энергетика, которую мы из зала выплескиваем со сцены в зал, и получаем как бы рикошетом из зрительного зала. Отдачу, отражение. Да, отдачу, эту любовь и ту же положительную энергию. Вот это, мне кажется, именно этот секрет, что вот этого успеха, и, ну, тут как бы-то много можно говорить, и как бы еще развивать эту тему, но, в принципе, я думаю, это самое главное, что делать надо с любовью. Ну, непростой. Непростой секрет, знаете, так вот нельзя взять, скопировать и сказать, мы будем делать так же, такие же успешные будем. Нино, вот я знаю, что в 2014 году вы сделали, ваш ансамбль сделал грандиозный подарок Украине. Именно Украине в 2014 году это было особо важно. У нас есть возможность посмотреть сейчас кусочек выступления, которое вы поставили украинский танец, и ваш ансамбль станцевал. Давайте посмотрим. Грузинский гопак. Да. Грузинский гопак. Совершенно невероятно, как вот грузинские исполнители прекрасно танцуют, украинский танец характерный, интересный, и, главное, ноги. Я помню, что, когда ваши бабушка и дедушка создавали ансамбль, у них была расстрельная статья, по-моему, Берия, у них была расстрельная статья от Берии. Не совсем расстрельная, но как бы они были опальные, как бы, творческие персонажи. Ну, предположим, что это, возможно, в истории затерялись какие-то факты, но вот, как одна из легенд гласит, что Сталин лично отменил эту статью, спас их от расстрела и задал им вопрос, как, что кроется в ваших ногах? Откуда столько колдовства в этих ногах? Ну, это немножко преувеличено, конечно, тут история добавляет, какие-то легенды, но какая-то доля, правда, в этом есть. То есть, сам Сталин очень был в восторге от танца дедушки. Они были, как бы, по происхождению с одного и того же региона, это город Гори, как раз вот часть которого сейчас оккупирована, вот большая часть этого региона, Картри. И бабушка была из очень известной такой диссидентской меньшевицкой семьи, отец был сослан в ссылку, и эта фамилия Рамишвили, бабушкина, она вызывала раздражение у того. Ну, тогдашнего правительства. И просто Сталин, когда услышал фамилию бабушки, он сказал, что Рамишвили — это все меньшевики, всех расстрелять надо, они все диссиденты. Вот так вот сразу. Вот так прямо, да, высказал. Это была декада грузинского искусства в 1937 году в Кремле. И вот он так это высказал при всех. Ну, конечно, бабушка считала, что ее сразу выведут с этого приема, но она как бы спаслась чудом, потому что я не знаю, как это случилось. Просто Сталин предложил дедушке, вот настолько ему понравился его танец, он сказал, проси меня, что хочешь, я все для тебя сделаю. Дедушка задумался и сказал, у меня одна мечта, подарите мне вашу фотографию с подписью, с автографом. И Сталин так как бы удивленно посмотрел на него, а потом задумался и сказал, молодец мальчик. Ему это как бы, ну, как видно, было приятно. И на второй день в гостиницу человек с погонами постучал и принес в конверт, где была эта фотография, с его автографом. Ну, дедушка так дипломатично выкарабкался из этой ситуации, потом их оставили в покое, кстати. Но ненадолго, потому что где-то в 52-м или 3-м году вышел указ рассортировать и закрыть ансамбль Сухишвили. Неизвестно почему. Но как-то тоже их пронесло, потому что вскоре в 54-м, кажется, умер Сталин. Уже всем было не до этого. Их на какой-то момент позабыли. Потом они уехали в длительный тур в Западную Европу. С большим успехом оттуда вернулись. И как-то потом все пошло. И оттуда все пошло. Да, но они ездили уже в 40-е годы, как бы после войны сразу же выехали. Это был первый ансамбль, который так как бы за железный занавес выпустили в капиталистическую страну. Эта первая страна была в Финляндии. После войны финны, так и дачный Советский Союз, русский, не очень ладили. И когда послали грузинский ансамбль, думали, что это будет провал. Но был такой успех, что после этого продлился тур на Ирвегию, потом Дания. И это все пошло-поехало. Буквально с 1946 года ансамбль буквально больше полгода проводит в турах, чем у себя дома. Так что вот так случилось. Нина, спасибо огромное, что приехали к нам в принципе в Одессу. Что заскочили на седьмой канал между репетициями. Знаю, что у вас очень плотный график. И вот не коснулись мы, к сожалению, темы. Очень хотелось, но нет времени уже. Вот вы сказали, что часть Грузии оккупирована. И вы знаете, что Украина сейчас в очень непростом положении. Хотелось бы у вас узнать, как отразилось это на творчестве ансамбля. Насколько вы передаете ту боль тех людей, которые в этой войне, которая никому, наверное, не была, не нужна. Они погибли. Вы знаете, мне кажется, что многие считают, что культура и спорт это как бы отдельно, а политика отдельно. Я считаю, что культура это не может быть отдельной от политики. И культура есть политика. Потому что если мы после 2008 года не ездим в Россию на гастроли, потому что у нас нет желания выступать в стране, которая оккупировала мою страну частично, это политика. Вот мы этим выражаем свой протест. И многие нас обвиняют, но я считаю, что пока рано. Это очень сложно выступать в стране, которая как бы старается тебя оккупировать и продолжает этим заниматься. Наша история очень схожа. Украина и Грузия по своей истории очень схожи. Так что ваша боль – это наша боль. И как бы у нас есть много общего. Я хочу воспользоваться вашим эфиром и поздравить еще Украину. Несколько дней тому назад его 25-летие независимости было. Я хочу вас поздравить с этой датой и желать вам свободы и спокойствия и миру. Спасибо. Это очень важно. Особенно вот свободу, спокойствия и мир вот в этом контексте – это для нас, наверное, самое главное. Спасибо вам большое еще раз. Напоминаю, что «Грузинская волна в Одессе» 30 августа возле оперного театра и ансамбль Сухишвили, и многие другие блестящие исполнители, артисты из Грузии, в том числе и Вахтан Кикабидзе, будут выступать для одесситов. А в гостях у нас была Нино Сухишвили, директор национального ансамбля Грузии Сухишвили. Спасибо еще раз. Спасибо. Дякую. Спасибо. 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 Спасибо.